вот примерно так начиналось мое утро и этот звук очень часто даже не пропадал при полностью прогретом двигателе причина ясна и понятно это гидрокомпенсаторы а приветствую всех на канале майкин блог сегодня очередная серия выживания галанта сегодня мы меняем компенсаторы гидрокомпенсаторы на задней голове двигателя 6 а 13 на переднем и уже меняли есть подробный отчет у меня на канале ссылка будет в описании первая трудность которая ждет нас при этой процедуре это то что нужно снимать впуск и вообще нужно все немножечко подразобрать учитывая что впуск у нас алюминиевый ракушка алюминиевая резьбовые соединения тоже алюминиевые и тут могут возникнуть неожиданные сюрпризы потому что двигатель все-таки не молод ему уже 20 плюс лет самый ответственный момент на задней голове учитывая то что тут очень неудобно да можно все нафиг уронить потом очень долго доставать но теоретически достать это все можно но лучше не проверять до дырки тряпочками заткнули гну в принципе как все все получилось а куда положить не подумали сейчас я что-то найду первое коромысло или оси или как то есть в галанте у нас один распредвал и 2 коромысла и вот у нас сейчас компенсатора мы достанем посмотрим каком они состоянии вот и сразу 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 джек-пот а внутри остался отлично вот один что что его так жестко на землю целый пассовая бойма и в общем разберемся за этот пока мы в любом случае меняем все на джек-пот 3 еще один ночью 4 очень странно 2 из 6 до почему был такой звук еще не забудьте достать пластмассовое кольцо туда да там кроме кроме металла есть еще ой пластик все скромыслы упадет все упадет в общем куча мусора и короче вот она мы еще дунем скажи воздух на всякий случай как ты уже сказал что я буду говорить мы дуни воздухом на всякий случай все концы остались мы еще помните что мотор достаточно чистый вот она целый насколько нам это как-то чем-то поможет для красоты для для общей картинностью все компенсатор взяли точно такие же как мы поставили на переднюю голову вот номерок все видно теперь переверни сам компенсатор крайслер дождь галант так вот они новенькие красивые блестящие сейчас от первых шесть мы ставим на место брали мы аджуса потому что на передней голове стоят точно такие же они проработали год и к ним вопросов нет на сегодняшний день один компенсатор мне обошелся в 120 гривен есть еще один такой важный момент и но не в нашем случае потому что этот компенсатор сжать вот так вот просто его фигушки можно сжать поэтому как бы есть такой метод мы делать не будем потому что у галанта хватит хватает мощности продавить это все дело то есть грубо говоря мы меняем на одной голове 2 рабочие а вот нарядники может этого не хватить ты есть такая военная хитрость что вот так вот он не сжимается вот а если мы возьмем проволочку немножко вот вот так его вот нет из проволочку держишь проволочку держишь там и вот он он нормально себе ходит работает то есть желательно в случае рядника наверное даже это обязательно вот так вот сделать залить туда масло а еще говорит лучше соляру вот него заправить все нужно качаться до заправить и вот ставить уже заправлены но на в 6 так делать не обязательно ух ты лукой давление хорошее на передней голове меняли в четыре руки а тут андрюха сам меняется еще как я говорил в прошлом видео вот каналы которые масляные нужно совместить с нижними вот то есть карамысла довернуть провернуть и поставить как есть но в принципе с этой с этим карамысла у нас получилось все хорошо практически ничего не выпало и общем получилось все неплохо а вот с этим вторым карамыслом я думаю что придется еще поиграться будет повеселее кстати вот эти вот прокладки свечных колодцев они у нас тут относительно новые вот субарика я думаю что мы номер найдем то напишем в описании господа эксперты что скажете по поводу цвета как по мне то он даже очень даже неплохой да красивый янтарный а подборка видео по моему галанта у меня в отдельном плейлисте выживание галанта ссылка на его будет внизу под видео в описании там же в описании вы найдете ссылки на мой инстаграм телеграм и фейсбук прокладки свечных колодцев сняли для удобства чтобы нормально все снять и начинается веселье что-то посыпалось и так и туда по компенсатор вылетел то есть нельзя мы тряпочками проставили внутреннее пространство вот эти вот выпавшие компенсаторы тут у нас в общем выпало у нас три компенсатора сейчас андрюха их там ищет нашел все третий будет двигатели вот и третий компенсатор до целые принимаем вынимаю целый но не на не могут просто шоу а вот и вот мы такого еще не видели аж аж крышкой мышечка да у ее до большего нравится хотел да у ее это точно компенсатор до внутреннее устройство компенсатора опачок оденем проще пластмасска осталось мы сейчас выковыряем вот такая вот пружинка очень память познавательное видео положи где-то потом и заберем конечно последний тоже такой значит сколько у нас и было разваленных компенсаторов там 4 22 ну прям один вообще в хламидни да ну вот как то так да кто будет ставить до что отверстием внутрь вот так на всякий случай вдруг возникнут вопросы потому что так очень нужно они не можем можно записи применить чуть-чуть буквально но мы так делать не будем на плотненько падла и на этой на этом карам если мы применяем одну космическую технологию потому что там поставить их на место меня мешают свечные колодцы или шесть рук до или четыре руки и вот такая вот рацуха для того чтобы они не повываливались мы их фиксируем изолентой синяя здесь не подойдет нужно обязательно черная 3м узкая иначе магия не сработает как бы без фанатизма так что можно было и потом обратно выковырять сколько должно быть с какой стороны с этой это с этой палец отдай так стоп не жадно я вам не 3 они еще одна ну однокрайняя же должна быть руль в ту сторону потому что попал ну вроде как наживили да сейчас будет еще один этап веселье это выковыривание изоленты но каналы совместили же все нормально может пять помочь не забывайте совместить каналами вниз дырочки массивный минус то есть я думаю что тут тот тот секс выковыривание изоленты думаю снимать можно не снимать нет если вы заметили в это видео какие-то не складухи что-то мы делаем не так вы пишите в комментариях не стесняйтесь потому что я вообще не механик андрюха тоже доказывает что он не механик он вообще занимается установка газового оборудования а последнее время еще и компьютерной диагностикой то есть есть компьютер который читает практически все все координаты будут внизу под видео в описании вот все стало на свои места вроде как да у нас есть специальные сервисные тряпочки вот сейчас мы это все дела собираем туда через канальчики попадает масло они прокачиваются и все будет хорошо еще расскажу что если менять все 24 одновременно либо нарядники то лучше все таки их заправить перед тем как собирать стравить да ну в общем как сделать так чтобы даты материсы но все говорят прокачать но их не связаны были на течение личным будет прокладка мы сняли но она еще более-менее живая и бывает и хуже но мы купили новую да это можно ставить или подарить кому-то новая прокладка номер вот напишу его еще в описании мало ли может кто-то будет искать и составили такие новую прокладку крышку не мыли вот она вот такая вот немножко лаковых отложений в общем раз мы уже сюда залезли решили еще проверить на предмет утечки антифриза то есть вместо свечи вкручивается такая вот приспособа и подаем туда немножко воздуха сколько два килограмма и смотрим у нас когда снят патрубок охлаждения газовый и оттуда фонтана нет значит нас пока все хорошо вот так мы все проверили от задняя голова в порядке сейчас вот передняя голова еще одна свеча осталось и можно спать спокойно что прокладки не продуты первый запуск вот все бы ничего только запуске испортил нам ремень генератора который время от времени посвистывает да холостой образ холостой нормальный но пока еще слышно как и печатка да как стучат ну посмотрим сейчас подпустят в общем собрали мотор немножко поработал и немножко успокоился я думаю что дальше будет даже немножечко получше и по крайней мере нету этого такого дизеления нету таких вот громких громкого металлического лязгания вот это вот звук такие одиночные щелчки это у меня работает abs это все связано с моим мультитрониксом но двигатель работает очень так я бы сказал неплохо учитывая его возраст на утро как вы видите как вы слышите все хорошо никаких стуков компенсаторов нет процедура прошла успешно я доволен надеюсь видео было вам интересным и интересно и полезно оставайтесь на моем канале жду от вас лайки дизлайки и комментарии пожелания вопросы и предложения переводы бандероли всем удачи всем пока спасибо